вот я запись виду уже другой стороны околочка тут небольшое такое строение было фермера были построили для себя околочек тот вон я оканчивается оканчивается и там сразу видать линии столбы железнодорожной линии утра рашину не ранее уже вот обойти вокруг всего повалили они овес чтобы он быстрее дозревал а тут дожди ой ой какая уязвимость сельского труженика и вот этот околок околок а вот осинка начала зеленеть это краснеть среди зелени вот она какая-то вспыхнула вот какая красота все-таки он там еще больше а здесь деревенские заканчивалась тополя огромное тополя жили кочкин и вот здесь сколько строение разная вот надо мог это владимир с валентиной устинова а это алексеев дом рядом когда-то был павла павла тихон еще никита где была дана возможность начались жить и дальше в строение и вот видим володин дом володин это калашниковский и вот отсюда видно как далеко-далеко там по лесополосы идут деревья вот как это околок околок вот я сейчас поеду дальше вот я еще проехал вперед тут собой кучи куча большие это селосные ямы я хочу залезть и с одной вершинки тут поснимать вот это осинки стоят в ряд рэм 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 пошел куда рэм рэм ты кто же это пасет его домой один пошел вот отсюда видать там алексеева сидова домик а там с той стороны лесополосы идут здесь я не знаю короба у них то ли потеряли столь и пригнали специально я так вижу краешком это здесь совсем не видать найду и железная дорога совсем рядом вот она видно ровно идет я вот протащился с велосипедом к этой куну большие кучи бульдозером по этим потерявки были селосные ямы копали траншеи но это метров четыре есть или пять глубина высота вот издалекая коров то там не видел значит они тут пасут их вот это ни одного человека там же видны овечки но я пока я варился ты поснимать пошел нет пожалуй больше мы выше как один старик купил соли пошел так на руках веса до обманул наверное говорит дал путь а тут может быть килограмм пять только и есть километра пять прошел город да не тут пожалуй все будет вот еще пять кривота прошел в другой деревне покупал и говорю да он ради смеха мне насыпал здесь два пуда видать вот так вот я залез это куча одна рядом 2 ну так как будто чуть пониже ой 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 вот я как раз стою на на крыше а тут еще у него даже сейчас это страшновато смотреть мой велосипед тут лежит отдыхает это линия железнодорожная мой там видно даже остатки разрушенного это не элеватора за год зерно но тут хорошо обозрение видать вот в этих траншеях силосных то они широкие силос надо было делать во вторая тоже тут наши устроили свалку чтобы все тут лежала а тут деревья наросли вот я сверху как раз и вижу это поле то видать барабаша похоже что и чмень был без проигрыша не вижу где он сам-то теренки кто пасет не знаю вот тут на завороте как не стали угол это дальше распахивать вот как раньше это было поле выкинули чтобы разворот был мой какая нора тут это барсук сделал но тут барсуков много и особенно бобры нас занимают ужас плотина разрушает от нашелся бы какой-то человек избавил нас от бобров каким-то способом не знаю даже отсюда смотреть на деревне на счетом бедать крышу крыша алексеев вот она красная но это все дальше это счет вот такое продолговато это алексеева для курей вопросе а дальше это видно это володин дом крест и не видать по полю ездили зерно собирали это те околки околок который я сейчас обходил вот этот медоновский вот они заканчиваются ну и дальше там дорога идет вот кладбищенский показать тут какая красота была а вот зеленая зеленая это осина она вся будет красная больше не было еще мороза настоящего а это сверху я гляжу береза береза и от осинка осиний по верхушке до мороз схватил его вот тут говорят а какая разница верующий неверующий большая разница неверующий человек не знает как себя вести проще сказать не может расправиться даже с тем что из него выходит мы были дворниками в барнауле в покровском соборе а там ступени 18 еще спускаешься потом площадка а потом опускаешься и и поставил чтобы знали что у него что то есть он богатый чем-то ну дерьмовый здесь вот железная дорога ремонтировали ее под железной дороге там тоннель идет дети всегда бегали туда ходили им интересно бегать рабочая работа рядом лес рядом нет залез и тоже наворотил кучу дети попали туда не видно но им интересно поиграть и что некуда сходить было а мы ездили когда нам говорили а вы тоже нарушали как нарушали но написано возьми лопатку и зарой испражнения свои потому что среди тебя ходит господь я говорю вы видели снимки за это я отвечал всегда выкапывали туалет потом зарывали и не оставалось места где это есть никогда нигде после нас ничего не оставалось ни одной бумажки а проехал от владивостока до лиссабона куда показав снимки в польше были взял лопатку пошел ходить некуда нашли там лес где-то копнул все сделал ушел все ходит господь а почему они так делают безбожники а среди них не ходит господь сатана а до сатаны это как раз тот запах какой надо шайтан шайтан вот здесь сейчас я поеду может быть узнаю кто там пасет все пока вот я приехал сюда среди гурта это рядом а там видно осиночка начинает краснеть вот она как красота какая а здесь вот березняк в этом березняке была пасека я приходил тут кажется ночевали даже мама была пасечница шерстобитая ксения михайловна это была главная мать моя помощница у нас свои было двадцать пять или тридцать колодок вот здесь поворачиваются вот они рядом коровки ходят и овечки чтобы не испугались я начал разговаривать они пугливые ужасно и вот подошел я вплотную вот начинает осинкой вот это оси не вот он какой то их пасет тут непонятно никого не видно не видно никак оживили дорога тут уже совсем рядом я обошел вокруг воде овечки дальше тут этот бугры я лазил на сейчас снимал три больших бугра трава хорошая от аватова это когда новая трава после покоса нарастает ну счет удобрения сразу падает счет тут не будет хорошего только хорошая будет вот так я сейчас подойду посмотрю осинка как она зеленая делается в красную я возвращаюсь сюда куда приехал чтобы сюда туда не ходить я специально под подхожу к осинке вот так у него сипед можно положить а теперь я подошел вплотную он видите как как лис осиновый трясется а листик он круглый его шевелиться он трясется это иуда повесился на нем и дерево так и боится трясется а дальше дальше на хорошая гнется это дерево дальше еще зеленая рубить нельзя было идет ночью мы ночью там когда луны нету брат у меня старший пошел и спилил в принес по размеру и вытесал лыжи лыжи не был не подавали лыжи хоть в дугу не палки какие сделать самуил старший брат мой все умел делать я ничего не умел только смотрел на него удивлялся как он может делать он распаривал их загибал вот так поеду дальше проезжая мимо южного пруда ну и вот посмотри что мы тут делали полностью высохнув тут чуть-чуть луже копали высушить и некуда воду девать она вот такая есть вот рядом там это маленькая побольше вот тут больше видно красных осинок этот ряд одни осины а тут еще не успели даже и покраснеть не пожалкеть а там мелкая потому что а это вот дерево наклоненная береза на ее виталий лазил память осталась виталий нынче побыл у него лучше уже все было чем прошлый раз прошлый раз просто пришлось прогнать а сейчас провожать вот как здесь вода будет падать все за то есть большая работа вот выведена бы коврина вот здесь сколько все солнышко с этой стороны светит ну если бы вода то вот больше было да тут около двух метров было бы ну а сейчас что вот эти березы думали сюда загнать драглайн это через оградку заложил все остальное чтоб коровы не пришли не упали их пасут рядом вот так вот сколько в труда и сколько воспоминаний теперь а в городе ничего этого нет твоего ничего нет остановка чужая автобус чужой здесь все на своей машине на себе на самих вытаскивали вот это вот пропололи вот эту вот такая уже была непроходимая вот репей вы намного выше головы метра два два с половиной всего только нету конопля а вот береза огромная мы тут выросли и как говорят до боли знакомо все и нет тех людей кто первый был и вот этого заканчивается деревня вот этим вот я говорил там кочкины где жили потакала них маленькие как бочежинка была задерживалась осина долго еще зеленеет вот это все будет красным сейчас ветер ударит листья все собьет а у осины еще они продержатся будут быстро краснеть буквально в одну ночь ой листики падают ветра то нету когда ветер будет интересно посмотреть они сыпятся как вот золотые монеты кто их а здесь вот был покос а теперь осень осень а там он увидел я кажется гнездо а скажет а чё гнездо вот так вот и висела чтобы на веточке и качалась как люлька я не знаю увидеть его или не увидите это елга вот она и волга кричит драной кошкой хоронясь в кустах как есенин писал сергей александрович все уходит и вот эта земля сгорит и все что на ней и вот был там такое то дочь олигарха на машине гнали где-то швейцарии упали все разбились и чего ни о ком не помнили мазнёй это занимались а краску показывала какая краска а вот это то что издалека я смотрел видно было вот она мы рядом подошли но только сверху опалила ее а здесь вот две березы две подружки ой какие огромные тут береза вообще не охватишь вот я стою рядом здесь рядом не приближая и вон они какие березы ну и все железная дорога отдалилась а поезд при нас не прошел ни разу вот откуда я начал сейчас с обратной стороны то видно иосифов дом других домов не видать они за то полями за кленом он там дальше такая картинка будет а поля правее это бывший лагерь а теперь музей комплекс для бедных лагерей на которые покушаются сатана разрушить дьявол через людей не самому ему надо чтобы люди запятнали себя непростимым грехом ненависти к детям к русским к возрождению страны больше ничего тут нет и вот здесь березняк это мы распахали фактически он весь наш распахали а старая береза насеяли вот я сейчас иду вперед немножко поможет быть тут сохранились а стены раньше были жили кочкины семья не самостоятельно лизавета была высокого роста женщины дети такие мужа то ли репрессировали то ли попался за воровство счет от толком не знаю вот здесь где-то были саманные стены то ли нарочно кто разрушил на стена бульдозер все это сдвинул а почему ну когда-то перешли земли к мамонтову и тут они садили не видать все эти годы стояли эти стены хотя маленько пойду вперед покажу заметил где эта концовка дальше их никто не жил сыну ей был емельян матершинник был такой много песен матершинник знал мы пасли коров он подойдет и начинает это так где-то сгинули была дочь кушка горбатая кушка и не могу понять какое имя настоящая то что означает кушка не знаю не кухша же кухша не знаю фамилию или что вот его даже среди зарослета тут и не увидишь стены саманной глина с соломой во сколько им лет ну больше ста лет и все стоят уже камень бы разрушился вот они убили как били то есть дал удалбливали а тут в подвал подвал этот пожалуй наш подвал мы копали глубокий или колодец картошку прятали когда еще потеряевка не начинала восстанавливаться попадешь и не вылезешь вот она видно что солома какие-то насекомые вот она солома если как вот она сгнила солома она земле и глине не дает расползать и довольно для семьи это хорошая была 1 2 3 4 с половиной метра была она длина к ширина и так 1 2 3 4 5 6 7 и 8 8 и 4 32 квадрата там уже стены разрушены повторяю подвал неизвестно чей глубокий внутри проросли вот это была устья у них устини нормальная девчонка чем-то напоминает от холодное лето 53 года и там девчонка который задушил преступник вот она на ее похоже было а это в обхват не взять тополя огромные ну чтобы понятно было как вот я посередине положу руку сейчас скажу 1 80 сантиметров диаметре чтобы увидели какие у нас тут богатые деревья вот 80 это не самый большой есть по полтора метра деревья полтора вот это береза так что тут 1 2 3 но то поменьше 65 примерно сантиметров вот так вот пользуемся тем что есть травой вот косили полем деревьями которые повалены мы обычно берем только поваленные ветром а кто-то где тогда это скучно приезжает самые такие в свете средних лет березы без сучков все это бросят за собой не уберут это вот сегодня прямости прямо сегодня и это бесполезно говорить однажды подошли 80 что ли чем-то 80 деревьев повалено я написал ух как поднялись на меня партийные деятели там это были военные здесь это на них хотят спихнуть нет это так это так это ну то есть против не понимаю я курса партии вот это вот я тополь увидел рядом тут же прямо тут сахала кочкины мать семена всегда прятала у соседей к нам приносила потому что свои найдут все следят до садить не чему это не я бы никогда об этом не думали а у нас никто об этом и не помышлял раз два три четыре пять метров метровый это метровый уже не просто так тополь огромный я сейчас той стороны обойду его покажу здесь тоже на ту сторону деревне проехать еще она деревня была в одну улицу а потом стали вторую строить план составили уже на не на 300 человек в деревне 320 350 а на 700 в два раза с лишним увеличить и все а вот уже в семьдесят втором году как намещен был уже улицу построили новая а я тут прошел а терентий как раз и едет хороший парень он там ехал а я здесь все снимаю было бы улыбчивый скрывается а это вот в тополь который я сейчас смотрел вот он тополь и вот она какая какая желтизна ну и золото 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 а это еще осенних пока зеленый пока вот так